Друзья, в этом видео продолжу вас знакомить с удивительными, а порой даже немного нелепыми первыми ролями актрис сериала «Полицейские срублевки». И без лишних слов, поехали! Красотка Софья Каштанова была утверждена на роль Крис в сериале «Полицейские срублевки», имея за плечами довольно богатый опыт съемок, хотя в одном из интервью откровенно призналась, что о некоторых проектах хотела бы забыть. Что же касается театра, то Софья Каштанова предпочла не связывать себя обязательствами, чтобы не менять привычного образа жизни, а именно жить на две страны – Россию и Мексику. Своё детство Софья провела в Мексике вплоть до 14 лет, когда поехала в Россию поступать в школу-студию МХАТ. С профессией Софья определилась сразу, да и выбор учебного заведения перед девушкой не стоял, ведь её мама, тоже актриса Алла Каштанова, окончила это учебное заведение. Так вот, в 2003 году Софья поступила в школу-студию МХАТ и уже на первом курсе, в 15 лет, получила свою первую роль в небольшом эпизоде фильма «Ненасытное». В этой картине воссоздан образ города на постсоветском пространстве, в котором царят вседозволенности беззакония. Эдакий винегрет из карты «Деньги. Два ствола», «Большой куш» или даже «Криминального чтива», хотя вряд ли его можно сравнивать с этими культовыми фильмами. В 2006 году на экраны вышел второй сезон комедийного сериала «Студенты», в котором Софья получила более заметную роль студентки Кристины Григорьевой. Также в 2006 году зритель увидел ещё один проект, в котором задействована Софья. На экраны вышел пятый сезон детективного сериала «Сыщики» о буднях российских стражей порядка. В серии «Жертва моды» Софья получила роль модели Инны. В следующем, в 2007 вышло два проекта с участием Софьи Каштановой, но это были лишь эпизоды. Во втором сезоне сериала «Закон и порядок» отдел оперативных расследований о работе специального отдела, расследующего преступления, совершенные на сексуальной почве, Софья Каштанова сыграла роль Полины Вигдоровой в серии «Милосердие». Вторая её работа – эпизодическая роль в фильме «Нулевой километр» экранизации одноимённого романа Павла Санаева. Как часто бывает, что будущие актёры получают сначала совсем не профильное образование. Так произошло и в жизни Татьяны Бабенковой. Сначала девушка поступила на экономический факультет, а затем параллельно училась и на театральном. Стоит отметить, что Татьяна поступила в ГИТИС, но из-за рокового стечения обстоятельств сгорел дом и она решила остаться помочь семье. Татьяна не поехала в Москву и училась на театральном в родном Воронеже. Карьера Татьяны Бабенковой тесно связана с театром. Служит эта актриса в Воронежском Камерном. А вот кино в её жизни появилось относительно недавно. В своём интервью Татьяна Бабенкова первой ролью называет роль Алены в сериале «Полицейский с Рублёвки». Однако внимательный зритель с ней познакомился раньше с выходом семейной саги о противостоянии двух семейств «Чужое гнездо», где Татьяна исполнила роль Ирины Перекудовой. А творческий путь Александры Бортич не был бы столь успешен без её целеустремлённости, упорства и настойчивости. Не имея профильного образования, Александра смогла добиться успеха и всё благодаря непреодолимому желанию заниматься любимым делом и отказу от любых компромиссов. Не поступив в театральный вуз, девушка устроилась работать официанткой и параллельно посещала кастинги. На пробах в сериал «Девчонки» её заметила Нигина Сайфулаева и впоследствии пригласила Александру на главную роль в свою драму «Как меня зовут». И несмотря на неоднозначное мнение зрителей, картина получила высокие оценки от кинокритиков, а в частности для Александры послужила хорошим трамплином в карьере. Следующий 2015 год выдался урожайным на премьеры с участием Александры Бортич. Зрители увидели начинающую актрису в роли сестры главного героя в спортивно-драматическом сериале «Выстрел», в основу сюжета которого положены истории о жизни и стремлении к победе спортсменов-биатлонистов. Сценарий этого сериала – сами биатлонисты, в том числе и олимпийские чемпионы, раскритиковали, назвав его абсолютно бездарным. Затем Саша появилась на экранах в небольшой роли в фильме «Дух лес 2» в продолжении драмы о жизни топ-менеджера, переосмыслившего свои жизненные приоритеты. В этой картине партнерами девушки на съемочной площадке были Милош Бикович и Данила Козловский. Также Александра была задействована в одной из историй фильма «Альманаха» про любовь Анны Меликян, который взял главный приз кинотавра и был достоин премии «Золотой орел» в главной номинации «Лучший фильм». Еще одним проектом Александры в 2015 году была роль Маши, дочери Люси в телесериале Людмила Гурченко, рассказывающем о судьбе известной артистки. Немалое значение для развития карьеры Александры Буртич сыграло ее участие в ленте «Неуловимое», захватывающем криминальном триллере с мелодраматическими элементами, в котором Александре была отведена одна из ключевых ролей – девушки Киры. В продолжении фильма «Неуловимый последний герой» одним из партнеров по съемочной площадке стал актер Александр Петров. Этот актерский дуэт впоследствии предстанет перед зрителями и в сериале «Полицейские с Рублевки». Рина Гришина с детства мечтала связать свое будущее с балетом, поэтому неудивительно, что почти все свое время проводила в танцевальной студии. Девушка планировала поступать в Академию русского балета имени Вагановой, однако жизнь несла свои коррективы в ее планы и мечты. Рина порвала связки под коленкой, а потом получила еще две травмы. Восстановилась и два года подряд пробовала поступить в заветную Вагановку, но, увы, не взяли. Но выход нашелся. Девочку отдали в детский театр «Зазеркалье». Рине Гришиной было всего 13, когда она пришла в театр. Тогда же ее и пригласили сниматься. Первой была роль в фильме по имени Барон Дмитрия Святозарова, где юная Рина сыграла роль главной героини в юности. Пока шла подготовка к съемкам, Рину утвердили на роль нищенки, поющей песню в английской версии «Преступление и наказание». Затем девушка получила одну из главных ролей – роль девочки из семьи цирковых артистов в ужастике «Тайна Заборского Омута», ориентированного на подростковую аудиторию. В 2005 вышла подростковая драма «Сос. Спасите наши души», где Рина Гришина задействована в одной из главных ролей. Эта история о непростых взаимоотношениях родителей и детей, об ошибках, совершенных под воздействием юношеского максимализма и нравственных дилеммах. Премьера картины состоялась на кинофестивале «Окно в Европу». И, несмотря на то, что критики оценили ее не лучшим образом, от зрителей она заслужила множество положительных отзывов. Но, несмотря на то, что творческий путь Рины Гришиной начался рано, легким его назвать нельзя. Ведь большинство проектов, в которых была задействована актриса, не имели особого успеха. И, как сама Рина призналась в интервью, у нее создавалось впечатление, что работает в никуда. Что касается театрального образования, то и тут все было не так гладко. Поступить в театральную академию удалось только с четвертого раза, и это не могло не подорвать веру в себя и свои силы. Вот такие неоднозначные первые шаги теперь уже известных актеров сериала «Полицейский срублевки». И если еще не видели первую часть о дебютных ролях Александра Петрова, Сергея Бурунова и Романа Попова, обязательно посмотрите. Ссылку оставлю в описании. А на этом у меня пока все. Пишите свои предложения и пожелания в комментариях о том, первые роли актеров какого сериала вы бы хотели увидеть в ближайшее время. А я надолго не прощаюсь, ведь впереди еще много всего интересного.